Да! Ксения, привет! Ну ты так сказала, если с учетом, что меня не видно, то сейчас представят древнюю старушку, уже там маму-бабушку-путешественницу. На самом деле, 21 век, и сейчас это все стекается в другие образы. На самом деле, Людмила мне чем нравится, она вот настолько жизнерадостная. Независимо от того, где ты ее встречаешь, ты сам точно таким же становишься. Поэтому тебе за это огромное спасибо. И не просто так. Мне кажется, люди, которые не обладали бы данным бы качеством, не смогли бы написать книгу, которая называется «Уроки радости». Рекомендованный возраст 6+. И как раз сегодня мы о ней с тобой будем говорить. Давай сразу же людей включим. Вот хочется сразу же включить вот в этот вот яркий процесс. Прочитай что-то приятное. Хорошо. Стихотворение Шальной Императрицы. Я сегодня вдруг захотела просто так получить букет. Я хочу, чтобы светило солнце и улыбки хватило на всех. Мне не жалко делиться радостью. Не боюсь я завистливых глаз. Я отчаянно верю в правду. Все исполнилось много раз. Я мечтаю. Мечты исполняются. Я люблю, и любовь растет. Не боюсь я делиться радостью. Все вернется, что в миру идет. Вот тут можно сразу же громкий аплодисмент. Тебе огромное спасибо. Голос дружит у тебя. Люд, скажи, пожалуйста, вот для тебя вообще июль месяц, он такой очень знаковый. Давай вот немножко на год назад перейдем. В июле ты получила книгу из типографии. Мы с тобой вместе ездили. Да, мы с тобой встречаемся в удивительный момент в моей жизни. Помимо этого, в июле ты делала презентацию книги. И сегодня мы тоже, у нас с тобой тоже этот месяц июль. И вновь говорим о книге, о том, что за этот год произошло. Потому что мне кажется, что и ты по-другому тоже взглянула на произведение, когда там перечитывала. Люди, которые получают книгу, приходили к тебе на презентацию, явно тоже давали обратную связь. Вот мне хочется узнать, что это было. Ну, вообще начнём с того, что изначально стихи были написаны не для книги. Пишу, когда переполняют эмоции. Когда очень радостно. И радостно так, что не хватает места в квартире, в доме, в мире. И вот напишешь эти строки, и становится всё на свои места. То есть все эмоции вышли на бумагу. Это же удобно. Либо, наоборот, когда переполняют какие-то эмоции, но когда я пишу, вектор, скажем так, негатива происходит плюс. Ну, в общем, у меня хэштег какое-то время был «Стихи лекарства для меня». По сути, так и есть. «Стихи лекарства для меня». То есть мы вот энергию преобразуем. Такой преобразователь энергии. А за год, ну, вообще, знаешь, спокойно. Потому что, во-первых, это работа многих лет, поскольку это не задумывалось, повторюсь, как книга, а это просто собиралось. А потом уже добрые друзья, типа Ксении Шамовой, натолкнули, сели, посадили. И, в общем-то, я очень благодарна. И на презентации я этих людей пригласила, отметила, поблагодарила тех, кто за ночь собрали все мои стихи из соцсетей, кто сидел со мной читки, вот эти все вычитывать. Это оказалась работа, которая научила следующие стихи писать более качественно. Потому что ты уже узнаёшь свой фирменный косяк, с которым нужно расстаться. И за время вычитки стихов он проходит. То есть, соответственно, здесь уже новые стихи, они вышли другого уровня. С точки зрения ритмики стиха, с точки зрения рифмы. Потому что я понимаю, что я не Пушкин. То есть это стихи от души и для души. Они не претендуют на суперстепень написания, я не литератор. Что семья сказала? Ну, вообще, все очень счастливы. Муж у меня, у него есть подписанная книга, он сказал, пусть она будет. Не знаю, где она у него лежит. Он говорит, у меня такая книга должна быть. В общем-то, собственно говоря, он и спонсор этого проекта, поэтому ему все карты в руки. Ну, они все счастливы, довольны. И сынок у меня иногда просит экземпляры, чтобы сделать подарки. Я не знаю, кому он дарит. Или своим учителям, или кому-то там, своим кому-то ещё. Но он говорит, мама, ты можешь мне ещё дать пару книжек? Я говорю, конечно, сынок, нет проблем. То есть он с гордо несёт вот эту книгу. Это как раз Михаилу, которого выявили день рождения. У него сегодня день рождения. Да, у Миши сегодня день рождения. И на презентации он мне помог. Мы все творческие. Он поёт, я читаю стихи, сейчас уже тоже немножко за ним подпеваю. Поэтому у нас тандем. Те, кто… были те в окружении, кто не ожидал от тебя, что ты пишешь стихи? Конечно, были. Не все читают соцсети, были удивлены. А потом иногда общаешься с человеком в какой-то жизни. Вот яркий пример у меня был с девочкой-массажистом. То есть я ходила скромная девочка, ещё, знаете, массажисты, которые плохо видят. И у них очень сильно развита чувственность вот такая. Вот они пальчиком… Это я была в больнице, и вот она мне делает массаж. Я чувствую, что у неё в душе что-то её вот такое. Мне прям захотелось подарить ей книгу. Я попросила, мне принесли. Я ей подарила, и буквально через три часа она меня нашла ВКонтакте и пишет. Спасибо большое, я плачу, но я счастлива. Всё-таки я немножечко молодец. Ну, то есть вот эти радостные. То есть она реально в промежутке между людьми успела прочитать. Она, собственно говоря, не очень большая книга, это можно успеть. И это было, конечно, здорово. Потом у меня книгу используют мои подопечные из детского дома. Мы же её… Что-то они на конкурсах выступают. Конечно, эти стихи не для этих ребят, но что-то у нас есть. Допустим, там «Поговори со мной, подруга по душам». Прошла инсценировка несколько лет назад до пандемии, такая весьма успешная. Свеча надежды, девочка, которая до 18 лет лежала и научилась, встала и научилась говорить. У нас чудес очень много в окружении, поэтому, наверное, мне легко писать о радости. У нас в программе есть традиция. Вопрос следующему гостю задаёт тот, кто был на передаче в прошлый раз. Но с тобой мне хочется немножко по-другому сделать. И когда берёшь книгу в руки твою, не гадать и изучать, что хотел автор сказать этим стихотворением, а в этом стихотворении находить что-то сильное для себя и ответы на вопросы, которые у тебя есть внутри. Ну, там достойное стихотворение идёт. И я решила вопрос сформулировать именно из книги. И вот какую я открыла страницу, вот тот вопрос я буду тебе задавать. И у тебя было на странице там написано «Что подарить?». Вот такая краткая, краткий вопрос «Что подарить?». Это, наверное, будет вопрос, некий вопрос. Нет, можно прочитать стихотворение, он, в общем-то, отвечает абсолютно на этот вопрос. На самом деле вопрос «Что подарить?», вот для меня это всегда эмоции. То есть, ну, финансы, они или густо, или пусто, как у всех, или очень густо, или очень пусто. Это, ну, такая философская, риторическая тема, я к ним очень спокойно отношусь. Ты тоже это знаешь, что я как бы так живу, и они сами приходят, сами уходят. В общем, это какая-то их личная жизнь, но мне надо вот это, и сейчас это появляется. А подарить, конечно, эмоции, эмоции, радость. Я люблю людей, люблю общаться с людьми, это тоже как бы не секрет. Иногда люблю побыть одна, могу смотреть фильмы, которые ничего не приносят, а я отвлекаюсь, и мне хорошо. И я решила, что я это тоже не скрываю, почему нет. Ну, что подарить? Подарите мне яркое солнце. Я подарок такой сумею принять. Я обрадуюсь, счастлива буду. С солнцем вместе отправлюсь гулять. Подарите мне пение птичек. Буду слушать я трели, мечтать. Я пойду на прогулку по лесу. Птички радостно будут болтать. Подарите мне синее небо. Буду долго смотреть в небеса. И мое красивое платье будет словно на небе звезда. Подарите мне бурную речку. Я по камушкам рядом пойду. Лед воды обжигать будет ноги. Я хрусталь той речушки попью. Подарите мне ветер привольный. Он растреплят мне косы шутя. Он расскажет, где я не бывала. Запах странствий закружит меня. Я хочу, я умею, я буду о любви и о чуде мечтать. Я отправлюсь с моими дарами настоящее счастье встречать. Хорошо. А теперь твой вопрос следующему гостю программы. Что выберет следующий гость? Золотую рыбку или волшебную палочку? И почему? Ну, не знаю, почему такой вопрос пришел. Вдруг такой придет к тебе политик серьезный, и ему такой вопрос скажет, кто у тебя был до меня? Спасибо большое. Сегодня мы познакомились с книгой «Уроки радости» и автором книги Людмилой Горевой. С вами были Ксения Ашанова и Людмила Горева в программе «Да». Да.